Особое мнение Исполнение закона О котором мы уже много раз говорили Но возникают две проблемы Во-первых У нас метро проблемное Поскольку давки в час пик И плюс Пассажиры с кардиостимуляторами Непонятно как Они будут проходить И вы знаете мы проводили опрос 36% только Выбирают безопасность Вы в числе кого? Мне хотелось бы быть В числе Вот этих Иных 64% Хотелось бы быть То есть типа ерунда Все это ничего не надо делать Ну это о чем говорит? Это говорит о недооценивании И непонимании последствий Сирийской истории Это мне хотелось бы быть А если пришлось бы честно отвечать Конечно я все таки за безопасность Потому что я глубоко убежден Что ценность человеческой жизни Это высшее Что есть Я представляю себе Что может быть С разорванными телами Детьми Все то что видели К глубокому сожалению В прошлых терактах И ради этого Безусловно Стоит напрячься Но Мы же видим Что общество полагает Что это типа игрушки Чушь какая-то Действительно Нам будут причинять Страшные неудобства Это ужасно И здесь будет вопрос К властям Насколько они организуют Но вы знаете Ведь Конечно будет Дикое сравнение Но если будет Предположим Атака с воздухом Можно сказать Это же очень неудобно Ползти к бомбоубежищу Ближайшему Я против этого Я хочу бегать по улице Радостно Есть мороженое Улыбаться И веселиться Но если оно так будет То есть нужно потерпеть Вы считаете Надо это принять И предъявить Серьезные требования К властям Чтобы это было организовано Максимально Логично В чем я сомневаюсь В чем я глубоко сомневаюсь Потому что Я И за рулем было И общественным транспортом Я же Вижу Как на некоторых станциях Бурлит Недовольная Раздраженная толпа Потому что медленно Действительно проходит Когда поставят Металлоискатели Я себе вообще Это не представляю Просто есть например Станция метро Чернышевская Куда Я не представляю себе Смысл Того Чтобы Не знаю Человек выбирал Единственно Вроде бы Логичный вид транспорта На котором Можно рассчитать время Я не могу рассчитать время Ни за рулем Ни на маршрутках Ни на чем Кроме метро Значит это тоже Закончится Потому что Я прикидываю 40 минут езды И сколько минут А то и не дай бог Часов На вход и выход Это ужасная вещь Но это Это последствия Того Что происходит Но с другой стороны Кардиостимуляторы И есть предупреждения На этих рамках О том Что Обратите на это внимание Уверен Уверен будет Бюрократическое решение Ну собственно А другого Трудно придумать Побегут в очереди И что самое страшное А может быть Из-за взяточки Побегут люди Покупать справочки Справку можно Прохода в давке Будет получено Так 1070 Ну будет как обычно Вот это еще Очень угнетает Потому как Давайте вспомним Всяческие Десятки Нелепейших Запретительных Законов А куда они делись Я вот Помню Какое было Напряжение И радость Некурящих Что прекращается Категорически На лестницах Курения И помните Там так строго Было Так ужасно Во всех подъездах Расклеивались Эти штуки Я недавно К знакомому В старом В центре города Зашел Несколько компаний Дымят вовсю Потому что Эта история Закончилась Но вы можете заявить На них Я могу заявить Могу не заявить После этого Уже была Следующая компания Потом следующая Теперь будет компания С кардиостимулятором Или еще с чем-то Это печально Но вы верите Ведь Смотрите В аэропорту Тоже стоят металлоискатели И мы Чтобы войти в аэропорт Тоже проходим Вот через эти Специальные штуки Однако Вещи Которые происходят Они происходят Получается Металлоискатель Это не панацея И вы знаете Вот я с микрофоном Когда отправляюсь В путешествие Меня всегда останавливают И спрашивают Что у вас это такое То есть Представляете Сколько людей Будут останавливать Потому что Это не панацея Раз Второе Несравнима Масса людей В аэропорту И в метро Третье Психологически Даже часто выезжающие Ну Хорошо Даже раз в месяц Но я потерпел А вы понимаете Что такое Ежедневно Это будет накапливаться Дикое раздражение Напряжение Это Люди будут жить В таком Состоянии Невроза Серьезного невроза И в то же время Я не представляю Я не представляю себя Как иначе В смысле Иначе Я представляю себе Какие-то еще Кучи мер Но ведь Угроза Реальна Это ведь не Какие-то там Придумки кого-то В целях чего-то Угроза Совершенно Реальна Мы влезли В такую Кашу Последствия Которые Могут Быть таковы Поэтому Ситуация На мой взгляд Патовая Либо надо Приготовиться К тому Что я буду Озлоблен Напряжен Потея Толкаясь Буду ежедневно Тратить лишние 30-40 минут Либо я Как Глупейший Игрок В рулетку Буду верить Что сейчас Обязательно Выпадет Все хорошее И все тут А выпасть Может любое Хорошо А мера У прекращения Авиаперелетов Между Египтом И Россией Это тоже Вот из тех мер Которые Которые Необходимы Наверное Да Опять же Так как на кону Стоят человеческие Жизни Наверное Да Хотя в то же Время Не надо Быть особо Аналитического Склада ума Этим Мы Как собственно И другие Некоторые Страны Расписываемся В том Что Прогарантировать Безопасность Государства Не Можем А это Гарантия Государства Никаких Не Профсоюзов Олигархов Кооперации Министерства Всего Это же просто запретил И все Проблема решена Да Просто-напросто Да Раз палец заболел Его отрезали Потому что Не знаем Как лечить Но В связи с тем Что произошло В связи с тем Что 224 Человека Посреди Радостного полета Прекратили Своё существование Я думаю Что Эта Мера Вынуждена Должна быть Нами принята Но Вчера Дмитрий Медведев Как раз С вице Премьерами Говорил И Как вывод Что возможно Не только Египет И Россия Прекратится Авиасообщение Но еще и другие страны И может быть Мы придем к тому Что вообще Опустится Железный занавес Это страшно Я на это тоже Обратил внимание Это действительно Страшно Я бы сказал Что здесь два аспекта Частный и общий Общий аспект Состоит в том Что На мой взгляд Это надо было еще Делать вчера Но хотя бы Может быть Сегодня Надо задуматься Не о Доказательстве Каким-то Основным странам Своей крутости И могущести Нужно договариваться О кооперации Я не представляю себе Как может быть Терроризм Который сегодня Имеет Кучу структур Только сверхспециалисты Разбираются Вообще В той каше Которая происходит Только в Сирии А есть еще Афганистан Есть еще Весь Ближний Восток Есть еще Часть Африки И так далее Я с трудом Себе представляю Каким образом Одна страна Даже самая мощная Может эту проблему решить Мы далеко Не самые мощные У нас Грандиозное количество Внутренних проблем Которые тоже Пока Увы Нарастают Мы это не признаем Лев Мессич Что мы не мощные Вы знаете Я могу Могу не признавать Что мне уже далеко Не 30 лет Я могу не признавать Что я не Двухметровый блондин Но от этого Я все таки Не буду 30 летним Замечательным блондином Признавая Не признавая Реальность Все таки победит Понимаете Я думаю Не все население России С вами согласны Не все Я думаю Даже большинство Не согласны Ничего Ничего Все равно Есть логика Развития событий Есть эволюция Есть некое движение Состояние на месте Невозможно Либо мы целиком Откатимся В такую Северную Корею Во что я не верю Потому что Не та история Не та ментальность Не те архетипы Не та дисциплина И всякое такое Либо Через муки Страдания Через Ужас Разгипнотизации Я долгое время Занимался гипнозом Некоторые Выходя из Счастливого Гипнотического Состояния Рыдают Слезы льются Негативные чувства Вернутся К разуму Поэтому Да, конечно Наверное Приятно Быть загипнотизированным Считать Что Ты представитель Самого крутого Общества Что все вокруг Идиоты И негодяи Но только жизнь Отрезвит Все равно Она отрезвит Болезненно Но отрезвит Иногда такое отрезвление Как у короля Лира Оно стоит ума Может быть Может быть Я как раз хотел сказать Ну и конечно Иносказательная часть Граждан Может быть Отправиться Буквально По Булгакову С радостными Песнями На грузовиках В психиатрическую Клинику Возможно Но другая часть Задумается Третья часть Протрезвеет Причем Совсем Речь не стоит О том Чтобы признавать Себя ничтожными Слабыми Нехорошими Речь идет Об адекватности В психологии И психиатрии Адекватность И заметим еще Это очень важный момент И критическое мышление Это Самые Важные Отличительные Категории Существа Разумного Что значит Адекватность Как я уже сказал Я должен понимать Какого я роста А мечтать я могу О чем угодно Я должен Адекватно Понимать Свои возможности Любые Психические Физические Эмоциональные Я должен понимать Как бы Мироустройство В соответствии С тем Как оно Существует И так Куча ошибок Ну хотя бы Приближенно Да И Это самое важное Я помню Были очень большие Дискуссии У психиатров И психологов Критическое мышление Тот самый Принцип Философа Все подвергай Сомнению Это Очень важная Вещь Крайне Важная Вещь Вы знаете Кто больше всего Склонен К попаданию В гипнотический Транс Подростки Повышенно эмоциональные Женщины Больше чем Мужчины Тоже повышенно Эмоциональные Алкоголики И люди С очень низким IQ С недостаточностью Интеллекта Наверное Стоит задуматься Об этом Ну Лев Моисеевич Тогда Вопрос Что Может Привести Это должна быть Какая-то шоковая Терапия Мне хотелось бы Обычно Обычно Понимаете Как вот Приходится Дурацким Немножко Возвращаться Пословицам Насчет умного Который учится На чужих ошибках Дурака Который учится На своих ошибках Понимаете Люди по-разному Прозревают Если их Накрывает Пеленой Еще раз Хочу сказать Вряд ли Счастье Способствует Прозрению Обычно Наоборот Нет Да Безусловно И мы Тому Видим Даже Европейские Примеры Из Германии И прочее И как раз Здесь бы я Не бил себя В грудь Что это только Нашей стране Немцы прошли Какой страшный Путь И вроде бы Европейская Цивилизованная Нация Вагнер И всякое Такое Но Я думаю Так Потому что Приходится На эту тему Раздумывать Что Сейчас такое Любопытное Время Мы все время Апеллируем Уже это Любой дворник Знает Это выражение Что у нас С экономикой Как бы Достигли мы Дна или нет И под дном Действительно Предполагается Не просто Нижняя точка А когда Действительно Как бы Ногами Потом Человек Погружающийся Отталкивается На щупу В дно И начинает Пусть медленно Криво Косо Но всплывать Если дна нет У дна нет дна У дна нет дна Или дно болотистое Значит это будет до бесконечности Но никогда не говори никогда До бесконечности ничего не происходит Но меня поражает Что совершенно нет Размышлений Насчет того Где дно в нашей Такой психологической жизни Где Потому что Понимаете Как я вот Заметил Скажем Когда-то Лет 7-8-9 назад В дискуссиях Я употреблял Очень простенький прием И Противник приходил в себя Потому что уже были ростки такие Что мы лучше всех И во всем виноват кто-то другой Я спрашивал Вот кто мочится у нас в подъездах Березовский На тот момент Грузины Сейчас можно спросить Обама дает задание Вы знаете Тогда это отрезвляло Прошло 7-8 лет Я уверяю вас Что есть часть людей Которые искренне считают Что грязные подъезды Воровство Коррупция Это козни Запада Уже Мы пришли к тому Что мы Вчера Воспринимаемая Как абсурд и маразм Готовы принять Когда Старушка Несчастная С плакатом Обама Убери руки От наших пенсий Понимаете Вот дно В социально-психологической В ментальной жизни То есть то что касалось Абсурдом Это теперь реальность Хармс отдыхает Совершенно верно И это За это ответственный ряд Институтов Нелепейшие законы Которые принимаются И принимаются С пулеметной скоростью Нелепейшие заявления Буквально по Орлову Что зло это добро А добро это зло Они запутывают людей Люди ведь как бы не очень виноваты Они запутаны И выбирают просто Упрощенный путь Они идут за тем Какой голос Из какого источника информации Им что-то успокаивающее Говорит Даже если это успокаивающее Агрессивное Я думаю что вообще Как бы вот Люди и у нас Они мне так кажется Делятся на три такие Громадные категории О которых когда-то Кто-то я не помню Сейчас сказал Остроумную фразу Что времена идут И умные умнеют А глупые глупеют А основная часть Остается той же самой Вот так оно и есть Я сегодня вижу Особенно молодых Некоторых людей С таким мощным креативом С таким соображением Во многих сферах Что как бы я радуюсь Правда их не так уж много Я вижу фантастических Людей со сниженными Умственными способностями Которые действительно Прямо вот Вслед еще за пьесами Островского Готовы поверить Что за рубежом Живут люди С песьями головами Я слышал ролик Где женщина Так искренне Которая явно Не выезжала Из своего пригорода Говорит Что во всей Европе Из-за того Что там все сплошные геи Мужчины уже Насилуют собак И по ночам Вой несется Собачий Не ну может быть Это в принципе Нормальное соотношение Только вопрос Процентовки Какой Вот я говорю Умные умнеют Глупые глупеют И вся основная битва Происходит За вот ту массу людей Которые не являются Объективно Суперумными И не являются Объективно Сниженной Интеллектуальной Деятельностью Вот в этой массе Все будет происходить Или то что даст Надежду Или то что Пока еще будет Погружением И не нащупыванием Дна Я не исключаю Что скоро Могут быть заявления Что земля Оказывается Плоская Но на нашей стороне Как бы мы то сверху А вот американцы Они посыпятся Вниз туда куда то В бездну То есть Как бы Еще раз Я уже как то говорил Ум Интеллект Воспитанность Они конечны А маразм Распад Бред Тупая доверчивость Они бесконечны И имеет Очень много Всяких нюансов Но о том Как нам вредят Американцы Мы еще сегодня Поговорим А сейчас Хотелось бы Обратить внимание На Петра Павленского Которого будут Сегодня судить И избирать ему Меру пресечения А вот На ваш взгляд Добьют Морально Павленского Посадят Мне кажется Морально его добить Невозможно Это удивительная Какая-то личность Удивительная Я сейчас говорю Без позитивной Или негативной Коннотации А просто Как некий факт Если можно Вообще Как бы Мое ощущение Потому что Это очень интересно Понимаете Я Прекрасно понимаю Людей Которые Считают Что это Какой-то бред Идиотизм Он сумасшедший И все Тут Значит Вот давайте Начнем Со следующего Наверное К традиционному Искусству Это не имеет Никакого отношения Но это акционизм Конечно Это некие Акции Которых Задача Привлечь внимание Да Хорошо Почему он Настолько Радикален А разве Если бы он Выходил С цветочком В костюме Тройка С галстуком И кричал О болевых Точках Нашего общества Кто-нибудь Заметил бы это Самое страшное Что Общество Которое Не хочет Структурироваться В граждан Не хочет И власть Которая Не хочет Слышать Некоторых Граждан Увы Является Питательной средой Для появляющегося Радикализма Он Адекватен Сегодняшнему дню Вот такой же Павленский В другое время Даже в те же Лихие Так называемые Штамп Двяностые Он был совершенно Неадекватен Вообще Непонятно О чем И что Да Это акционизм Для чего Что Как Послушайте Во-первых Для тех Кто рассуждает На эту тему Неплохо Было бы Почитать Его самого Я был потрясен Насколько Четкие Логичные Объяснения Он дает Своим поступкам Которые Внешне Имеют Как бы Признаки Безумия Это категорически Не безумие Это я уже Говорю Как специалист Как врач Тем более Как психиатр В общем Тем более Четыре Полноценных Комплексных Психиатрических Экспертизы И когда Они заявляют Нет На фоне Того Что Как бы Выгоднее Всем Властным Структурам Объявить Сумасшедшим И все Тут Значит Вообще Что значит Сумасшествие Он Вменяем Все То есть Он несет Ответственность За свои Действия И поступки Он понимает Смысл Своих Действий И поступков Он способен Ими Управлять И руководить Теперь Начнем С того Безумен Исключено Скорее Я бы здесь Сказал Здесь подходит Слово Из поэтического Набора Безумство Храбрых И так далее То есть Такое Данко Практически Которое Вырывает Сердце Да Он своим Поведением Призывает Нас Видеть То Что многие Из нас Видеть Не хотят Не то Что не в силах Они хотят И он же Ведь Не столько Антивластно Выступает Он выступает Антиобщественно Антиобщественная Атмосфера Когда все Сидят Уткнувшись В свои Гениталии Которые Он демонстрировал Прибив Мошонку Гвоздем Вот сидят Уткут Все Мы ничего Не можем Все происходит Как есть До свидания Видите ли Он не первый Просто Вот как бы Надо вспомнить Кое-что Смотрите Есть знаменитейший Философ Диоген Диоген В общем-то Не произносил Мощных речей Не выводил Причинно-следственные Связи Он Говоря Сегодняшним языком Был акционист Он был Парадоксалист Акционист Идя из бани Он встречает Гражданина Своего полиса Города Тот спрашивает Откуда ты Диоген Отвечает Из бани Людей много было Диоген Отвечает Народу было много Людей не заметил Парадоксальное мышление Привлекает Внимание К проблеме Посмотрите Что сделал Диоген По сравнению С которым Сейчас Павленский Это просто Мальчик Диоген Один раз Выбежал На рыночную площадь И стал Прилюдно Мастурбировать И когда Стали стягиваться Стражники Граждане Скали Что ты делаешь Как ты смеешь Ты оскорбляешь Нас всех Он стал кричать О если бы я мог Накормить Свой желудок Простым Поглаживанием В принципе Это же Особо злостное Хулиганство Боюсь даже Вызов Обществу Боюсь даже Любимая Сегодня Слово Все бы оскорбились Вокруг Но даже В те времена Понимали Что это Парадоксальная Немножко Издевательская Категорически Не Обычная Акция Она призвана К тому Чтобы обратить Внимание Заснувших На проблему Прервемся Потом продолжим Особое Мнение Мы продолжаем Программу Особое мнение У нас сегодня Профессор Лев Щеглов И мы Должны закончить С Петром Павленским От Диогена Переходим К Павленскому Я бы сказал То что тебе не нравится Но сумасшедший Значит Мир Многоцветен Он не черно-белый Как бы ни старались Некоторые пропагандисты Это внушить Что вот Есть черное и белое И все тут Надо всегда Вы знаете В психологии В психологии Есть замечательный Принцип Который Говорит о том Что не так важно Что происходит Как важно Почему происходит Мотивы По большому счету Все то Что он делает Могли быть заряжены Совсем другими Мотивами Действительно Душевно больного Человека Человека Который Ищет в этом Супер пиар Супер выгоду Но этого ничего нет И не надо забывать Что мы Не венец творения В свое время Художник Который нарисовал Черный квадрат Подвергся Такому астракизму И почти теми же Аргументами Виск был Снабжаем Что он Издевается Над нами Что он Идиот Что он Наверное Душевно больной И прочее Плюс я хочу Обратить внимание На то Что уже Обращалось Внимание Он никому Не причинил Укола Иголочкой Все его Скажем Акты Они сопровождаются Аутоагрессией Направлено На себя Он Как бы Своё тело Жертвенно Представляет В виде Демонстрации Своего посыла Но сейчас ты дверь Испортил Дверь Ну Все тоже понимают Что сейчас уже Акционизм Да Дверь С горящим Совершенно Столпом Мы Всё-таки Относительно Продвинутые Люди Знают Что огненный Столб Это На дверях Ада И его Аскетичное Суровое Лицо На этом фоне Но он Самим собой Сделал Некоторую Картину Потом Послушайте Очень важно Следующее Вспомнить Смотрите Почему Все те Кто говорят Что он Негодяй Олигофрен Шизофреник И всякое Такое Почему они Легко Употребляют Следующие Термины Например Посадили Крупного Чиновника Таким Образом Высшая Власть В нашей Стране Дает Сигнал Для всех Что смотрите Будем Бить по Рукам Ага Значит Здесь Понимается Что власть Зачастую Действует Опосредованно В виде Сигналов Посланий Месседжей Так давайте Разберемся Какие сигналы Посылают Это очень сложный Месседж Тут нужно Думать Понимаете Так вообще Думать полезно Мы называемся Гомосапиенс Ну вы же вспомнили О том Что кто-то глупеет Кто-то умнеет Да А вот Та прослойка Которая В таком состоянии В недвижнем Она Скажет Павлевский дурак Идиот Сумасшедший Она колеблется Соответствием С дуновением ветра И это дуновение ветра Может быть иное Если Думать О истинном Просвещении людей Истинном Потому что Я Отнюдь Никакой не знаток И полный дилетант В современном искусстве Ну вот у меня есть товарищ Такой известный Искусствовед Александр Боровский И когда он мне Что-то рассказывает Я начинаю что-то понимать И не надо этого Стыдиться И что такого Мы Мы Далеко не все понимаем Но мы Обо всем судим Вот мы ничего Зачастую не знаем Не понимаем Не хотим понять Но у нас есть Сразу же Идиот Дурак Сумасшедший Враг Пятая колонна Америкосы Ему печенец Садали И всякий бред Вот этот Лев Васильевич Посадят Павленского Если Те от кого Исходят решения Разумны Они не будут Его героизировать А его героизировать Это расплюнуть Понимаете Героизировать Другого Гораздо сложнее А этот уже Ну Я не буду Такими уж Пышными И пафосными Но он Почти как бы Жертвенный С отсеканием плоти С собой Как бы Я не хочу Ни на какие аналогии То есть Его героизировать Это просто Еще раз посадить Да Все Это готовый герой Это первое Второе Я отнюдь не полагаю Что это должно Оставаться незаметно Если те От кого Исходят решения Разумные Креативные И прочее Штраф Плюс Возместить Стоимость Испорченной Двери Я думаю Что это было бы Для общества Очень полезно И Нового Мученика И героя Не возникает Но На второй вариант Надежд меньше Еще Одна судебная Возможная история Во всяком случае Карикатура Шарли Невдо На крушение Российского Лайнера в Египте Могут проверить На экстремизм Письмо С такой просьбой Направила В Генпрокуратуру Лига Безопасного Интернета В случае признания Карикатур Несоответствующими Нормами Российского Законодательства Их распространение На территории России Будет запрещено А сайты На которых Они опубликованы Будут заблокированы Ну что Вас оскорбили Эти карикатуры Нет Они мне Не близки А почему Они мне Должны быть Близки Я не Живу во Франции Мои предки Не жили во Франции И прочее Они мне Не близки Но Я не вижу Какого-то Особого Оскорбления Вот если бы Например Они взяли бы И Ну я Естественно Утрирую Дополнительный Тираж С надписями На русском языке Самолетов Разбросали бы Над территорией России Ну хамство И прочее Это их традиция Насколько я Понимаю Во Франции Традиция Сатирического Прилавления Всего Что происходит Может быть Немножко Нелепая Но это им кажется Супер Важным Значит Если бы Подобного рода Карикатуры Коснулись Только Вот этих Несчастных Скончавшихся В самолете А в остальном Они были бы Мягкие Ласковые По отношению К событиям В Америке В Англии Франции Израиле Где угодно Это было бы Безусловное Хамство Насколько я понимаю Они продолжают Свой ряд Где они Так же Издевательски Сатирически Относятся К своим Фактам Катастрофы Крушений К своим Представителям Власти И так далее Еще раз хочу сказать Мне это не близко Оскорбление Я от этого не испытываю Тем более Никто мне это Назойливо В лицо не тычет Мне вообще Как-то кажется Что Больше Я испытываю Оскорбление Когда я вчера Или позавчера Услышал Что директор Где-то я забыл В каком Казани Кажется Директор Садика детского С сорокалетним Стажем Имевшая за свою жизнь Сплошные Поощрения Вышвырнула С детского Праздника Пятилетнюю девочку Страдающую ДЦП Со словами Что инвалидам Здесь не место Хотя ДЦП Не снижает Ни эмоционально Ни интеллектуально Человека И так далее Меня скорее больше Оскорбляет то Что Где-то Хоть и сегодня День полиции Я действительно считаю Что есть и Сильные ребята И грамотные Десятый День милиции Но меня бы больше Оскорбила Очередная информация О запихивании Кому-то Бутылки Под шампанское В соответствующее Отверстие Меня оскорбляет Вообще то Что относится К моей жизни Вы понимаете Ведь можно В паутине Простите Я перебью вас То есть вы не Мне это не близко Я у себя дома Никогда бы не повесил У вас не было Майки Футболки Я в тот момент Скорее был Конечно с ними Но не настолько Чтобы это демонстрировать И прочее Еще раз скажу Я эту картинку Не размножу И себе под нос Не положу Она меня не привлекает И не интересует Но при чем Здесь оскорбление Мне не очень понятно Оскорбиться можно тем Что именно Задевает тебя И твоих близких И Ну То общество К которому ты относишься Послушайте Ведь В паутине Можно найти Я не знаю Некие Обряды Неких племенных Структур в Африке Которые во время Похорон Пляшут Хихикают И радуются Ну кто они знает А Шарли знают все Ну вот видите Ну факт же есть Такое Это тоже нам не близко Но это их дела Почему я должен Оскорбляться этому Ну вот смотрите Давайте поговорим О кино О массовом кино Которое По мнению Патриарха Московского И всей Руси Кирилла Приводит К деградации Личности Это я процитировала Нашему Патриарху Посмотрите на афишу Массового кино Большая часть этих фильмов Создана с целью Привлечь как много Больше людей В прокате Это он сказал На церемонии закрытия Кинофестиваль Лучезарный ангел И эти фильмы Обрушивают на зрителей Поток идей И легких эмоций Которые навязывают Исключительно Материальные ценности Плюс вызывают Адреналиновые удовольствия Я понял Я понял Патриарха Кирилла Массовое кино Ведет к деградации А вот штучное Которое призывает Людей задуматься Артхаусное кино Скажем Как Левиафан Тогда он должен Оценить И сказать Что все должны смотреть Подобного рода фильмы Тут нужно разобраться Что считает Патриарх Массовым кино Что такое массовое Да безусловно Вся массовая культура Плоская И несколько примитивная И что И в ресторан Люди И в кафе Ходят Чтобы тоже Получать удовольствие И что И одеваться Люди хотят Для того Чтобы чувствовать Себя Более привлекательным И что Мне кажется Что людям Которые Имеют отношение К идеологическим Трендам Вместо каких-то Обличительных Пустых Совершенно Вещей Ну вот обличить Что массовое Кино Оно глуповато Давайте Массовое Кричание На футбольных Стадионах Не сильно развивает Интеллект Давайте это тоже Осудим Вместо этого Нужно было бы Лучше Предложить Обществу Что-то по-настоящему Тонкое Креативное Привлекательное А вы верите Что патриарх Кирилл может Такое Креативное Тонкое Да конечно нет А что он Предложил Что он Предложил Кроме скандальных Кроме скандальных Историй Со священнослужителями Кроме богатства Кроме Каких-то Пьяных попов Разъезжающих На лексусах И мазератте Поэтому Это Это Заявление Ради Заявления Понимаете Причем Оно по сути Оно может быть Даже и правильное Но это Заявление Типа Что Когда Что такое Хорошо Что такое Холодно То человеку Зябка Понимаете Ну да Короткий Вопрос В конце Вчера Роберт Де Ниро Всемирно известный Актер Открывал Ресторан В Москве И Возможно Я и хотел Стать Гражданином России На вопрос Российского Журналиста Он ответил Так вот у меня Такой короткий Вопрос Это не троллинг? Нет Нет Это он честно Ответил Как вы думаете Может ли Роберт Де Ниро Стать Новым Жераром Де Пардье Ну да Вот я как раз хотел сказать Что надо срочно ему Где-то в периферийном городе Подарить Квартиру И готовить Готовиться К следующему Через несколько лет Отказу Вслед за Де Пардье Ну Понимаете Это эксцентрика Экзотических личностей Много Экзотических решений То есть Роберт может на такое пойти Все-таки Я не знаю его как личность Я считаю Что это блестящий актер Но я не знаю Условно говоря Он наверное глупый Какие у него взгляды Я не знаю Может быть Сейчас же я знаю Некоторые западные люди Считают Что если они что-то такое Сделали С Россией Им завтра Принесут мешок бриллиантов Я не знаю его мотивов Это на мой взгляд Нелепость И экзотика Когда будет 2500 таких заявлений От значимых людей Тогда надо очень серьезно К этому отнестись Может просто он хочет Чтобы в ресторан Хорошо работал в Москве Да Не исключено Профессор Лев Щеглов Был у нас в особом мнении Спасибо Удачи Особое мнение